здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня очень необычные видео точнее необычный формат подачи видео сегодня я буду брать интервью у директора сети медицинских центров здорового поколения сергей валерьевича косенко и конечно же я хочется задать ряд вопросов которые интересуют в первую очередь меня как именно врача к руководящему звену именно частных центров первый вопрос который я бы хотел задать здоровое поколение с чего все началось и вот почему именно название здоровое поколение интересно самом деле вопрос у нас на самом деле два названия одно юридическое и другое скрым так брендовое название и здоровое поколение это скажет скорее на нас наш не знаю посыл к нашим клиентам к нашим потенциальным пациентам что мы бы хотели вырастить определенную прослойку общества которое ценит свое здоровье которое свое время на нем заботится и тем самым получилось бы здоровое поколение и второе название которое знают наши контрагенты это медгарант то есть это скорее наша позиция в бизнесе то есть мы хотели бы чтобы наши контрагенты наши сотрудники наши ну скажем все органы с которыми взаимодействуем чувствовали за нами определенную надежность и стабильные взаимоотношения поэтому скажем для здравого поколения одни знают название более медгарант другие знают название здорового поколения а начиналось все с идеи как всегда с идеи начали оказывать населению более качественные более быстрые более доступные медицинские услуги эта идея обсуждалась у меня есть партнеры по бизнесу мы предварительно длительно ее обсуждали с разных сторон взвешивали и через время началось на практике началась на практике реализация этого концепта здоровое поколение я не постоянно открывается что-то вновь возникает вот в чем на принципиальные отличия и на здорового поколения от всего существующего на рынке медицинских планов вопрос интересный здесь наверное мне бы хотелось наверное предложить обратить внимание что при всем многообразии что вы отметили действительно очень много частных медицинских центров здоровое поколение это наиболее динамично растущая сеть то есть на данный момент численность филиала здорового поколения насчитывает четыре скажем адреса и на адресе киров 131 у нас базируются два центра клинический центр медицинский и центр профосмотров вот поэтому по сути моего внутренней своей скажем отчетности трактуем как пять учреждений это самая большая сеть и наверное какое-то должно быть отличие которое позволяет расти и позволяет нам на рынке развиваться я бы выделил наверное то что мы стараемся в центре внимания держать своего клиента то есть нередко я знаю в россии принята такая практика в центре внимания ставить врача в центре внимания ставить услугу оставить ну какой-то производственные скажем процесс воды производство процесс цели внимания мы изначально старались и ориентировались на мнение клиента в частности мы начинали с новоинского района я трас 75 наш был самый первый медицинский центр на данный момент работает очень эффективно новоинский район а такой закрытая система, где жители друг друга знают. И мы понимали, что начиная именно с этого района, мы если сделаем какую-то ошибку, где-то не учтем, не поймем своего клиента потенциально, просто можем быть обречены на неуспех. И поэтому изначально нам необходимо было научиться понимать, а что хочет наш клиент, каких услуг ему не хватает, каких манипуляций ему не хватает, каких консультаций специалистов ему не достает. Что он ищет? И поэтому, наверное, отличительной особенностью здорового поколения – это учет мнения клиентов и, наверное, и рост второго поколения прониктован тем, что мнение клиентов – все растет, растет и растет. И мы стараемся учитывать его. Следовательно, каждый год мы открываем всю новую клинику. Наверное, вот так. Хорошо. Ну, и такой вопрос сразу есть, не может, затронули тему. Платная медицина, она вообще нужна? Вот в сегодняшний день, вот он и что говорит. Нужна ли нам платная медицина? Ну, однозначно, конечно, нужна. Здесь, наверное, я бы обратил внимание, наверное, с другой точки, вот с такой точки зрения предложил бы взглянуть на вопрос, а нужна ли вообще медицина? То есть, наверное, ответ на этот вопрос у каждого есть. Медицина, она сопровождает нас от начала жизни, даже до того момента, пока мы не родились, и наша мама ходит на музей скрининг, или на консультацию к акушеру, к гинекологу. Уже медицина в нашей жизни присутствует, и она сопровождает нас до самого финала. Как правило, врач констатирует и окончание жизни. Поэтому в целом медицина нужна. А вот какая она будет, бесплатная, скажем, муниципальная или частная, здесь уже диктует ситуация в каждой стране, наверное, отдельно. Не хочу в нашей стране, скажем, очернять муниципальную медицину. Каждый имеет свое индивидуальное мнение по этому поводу. Но могу достоверно сказать, что место для частной медицины у нас есть. Неспроста каждый, скажем так, сезон, ну там, весна-осень открывается один-два-три новых частных медицинских центров. И ведь частная медицина – это не только помощь при каком-то заболевании, это и своевременная диагностика. Потому что, ну скажем откровенно, не все ситуации, связанные со здоровьем, будут в последующем обслуживаться доктором и какое-то будет назначено лечение. Иногда человеку просто хочется успокоить себя, развеять какие-то страхи по поводу того или иного заболевания. И за диагностикой ему проще обратиться в частную медицину, потому что здесь ему не ставят череду препонов на тему «а докажи, что действительно надо». То есть, если хочешь, пожалуйста, заплатил, получил успокоение. Различные формы справок. Муниципальная сфера, к сожалению, не успевает обрабатывать даже поток больных, реально больных людей. Поэтому уж про справку про бассейн, справку там на оружие или еще куда-то, к сожалению, уже сил у него не остается. Поэтому на подмогу приходит частная медицина. Но нередко частная медицина реально выручает пациента по поводу каких-то современных манипуляций. Также частная медицина очень уместна в том плане, что на базе частного медицинского центра нередко врач может себя проявить более профессионально, раскрыть свои таланты, какие-то навыки, которые, к сожалению, просто вот муниципальная сфера не требует от него этих развитий, либо не дает ему подобающей материально-технической базы это делать. Вот. И поэтому частная медицина, она более гибкая, она более клиент-ориентированная. И поэтому место для нее есть. И, скорее всего, из года в год все более-более это место будет нарастать. Хорошо. Ну и следующий такой тоже вопрос. Вот вы руководитель крупной сети медицинских центров в городе Новокузнецке. Какие цели вы перед собой ставите? Какое будущее вы увидите здесь? Вопрос такой неоднозначный, потому что наши цели, они, конечно, изначально очевидны. Мы хотели бы стать лидерами в головах людей по оказанию медицинской помощи. Мы хотели бы, чтобы нас воспринимали как максимально профессиональное учреждение, чтобы, придя в здоровое поколение, клиент смог решить все свои вопросы со здоровьем. То есть, хотелось бы, чтобы свой успех со здоровьем наш клиент ориентировался со здоровым поколением, ассоциировал со здоровым поколением. Но, к сожалению, реальные российские таковы, что все то, что мы могли бы предложить, оно не всегда еще пока является по карману жителю нашего города. И поэтому какие-то цели, которые мы бы уже хотели реализовать, мы, к сожалению, вынуждены откладывать на будущее, ожидая роста благосостояния населения и ожидая, что население сможет, может быть, не в этом году, может быть, в 16-м, может быть, в 17-м году начать потреблять такие услуги. Поэтому глобально, в глобальном плане, наша цель оказывать максимально качественные профессиональные медицинские услуги. Ну, а более прикладно, в каждом году она уже трактуется, исходя из реалий, из возможностей населения. Какое значение мнения пациентов именно о центре, отзывы, и как это влияет на развитие центра? Как я уже сказал, у нас изначально клиент был в центре внимания. То есть это наша, наверное, фишка современным таким словом, на которую мы делаем акцент, с помощью которого мы растем и развиваемся. И могу сказать точно, что здоровое поколение – это один из наиболее изучающих своего клиента центров. То есть у нас уже не первый год идет регулярный обзвон группы центров, посещающих того или иного врача. То есть у нас есть стандартное правило, появился новый врач, прошло первых 20-30 пациентов, мы делаем опрос этих пациентов для того, чтобы понять, насколько действительно компетентность врача соответствует пожеланиям пациента, насколько, скажем, явка к нему была эффективна, и насколько пациент в целом был удовлетворен услугами, оказанными. Также у нас на данный момент, начиная с сентября, есть, скажем, периодический обзвон клиентов в целом по поводу удовлетворенности работы нашей регистратуры, графика работы центра, количество предоставляемых услуг и так далее, и так далее. То есть мы стараемся со своим клиентом все время поддерживать некую связь для того, чтобы понимать, а в нужном ли направлении мы идем, реально иметь самооценку адекватную, не летать в каких-то облаках о том, что мы там лучше, а реально пытаться понимать, как нас воспринимают клиенты. В частности, сейчас, буквально с середины октября по конец сентября будет проходить акция, она у нас опубликована в группе ВКонтакте, что если вы хотели бы лично обозначить какую-то проблему директору, то есть непосредственно перебиваете со мной на эту тему, то вы пишете на мою электронную почту свой номер телефона, и как вас зовут, и я вам лично перезвоню, мы обсудим, что можно улучшить в работе здорового поколения. Вот, вы, кстати говоря, очень редко, я хочу сказать, что практически такого, наверное, вообще не встречается, чтобы пациент мог напрямую задать какие-то вопросы имя директора. У нас, естественно, как и у всех организаций, есть часы выделенные для того, чтобы человек мог прийти, скажем, выделенное время и пообщаться, ну, скажем, как называется, по личным вопросам. У нас, как и у всех, естественно, есть книга жалоб, предложения, рекомендации, если это требуется. Но я знаю, что бывают ситуации, которые не изложишь вот как-то так, четко словами, либо ситуации, которые, казалось бы, являются мелочью, но они тоже для нас важны, и вот именно для таких случаев есть возможность контактировать напрямую. То есть, если у человека есть что-то, что сказать, я ему обязательно перезвоню, и мы обсудим. В частности, была подобная ситуация на прошлой неделе, которая конструктивно решилась. В частности, пациентка имела сомнения на тему определенного вопроса. Мы с ней созвонились, обсудили ситуацию, предоставили подтверждение, что вот так оно и есть, и вопрос был снят. Могу точно утверждать, что не в каждом медицинском центре клиент получит такую ориентированность на его интересы, на его пожелания. Но мы просто адекватно понимаем, что при всем том, что мы работаем на рынке медицинских услуг, в первую очередь, мы работаем в сервисном бизнесе. То есть, мы имеем врачей, докторов, которые оказывают непосредственно медицинские манипуляции, но немалую долю времени мы занимаемся тем, что общаемся с клиентом, разъясняем что-то, помогаем ему записаться к нужному доктору, подбирая время и так далее. То есть, это немаловажный вопрос, это вопрос сервиса. Поэтому, с кем нам еще на эту тему разговаривать, как ли со своим клиентом? Поэтому, мнение наших клиентов, оно для нас важно. У нас есть вопросы финансового планирования, график финансового планирования, в котором мы вставляем приоритетные задачи, которые наши клиенты хотели бы, чтобы были решены. Поэтому, каждое мнение, рано или поздно, в итоге выносится у нас на рассмотрение, на решение. Сергей Валерьевич, последний вопрос. Что Вы можете сказать о сотрудниках, работниках здорового поколения? Я имею в виду врачей, медсестер, администраторов. Какие такие слова? Интересный вопрос. На самом деле, есть что сказать. Давайте, наверное, на листына по блокам расскажу, потому что каждое звено, оно имеет особое значение и особое, наверное, пожелание и, наверное, права и обязанности. Звено докторов – это наиболее многочисленная группа сотрудников наших. Действительно, с нами сотрудничает очень много врачей. Мы, естественно, ведем охоту за лучшими. Лучшие, по нашему пониманию, это врачи, которые имеют квалификационные какие-то требования, которые официальная медицина предъявляет, и в том числе отзывы пациентов. То есть мы отслеживаем отзывы и в интернете, стараемся лично у людей спрашивать, кого бы они посоветовали, чтобы мы пригласили в здоровое поколение. И поэтому, наверное, могу сказать, что в здоровом поколении собралась группа наиболее таких молодых, прогрессивных, эффективных докторов. Есть реальные звезды, то есть звезды, которым запись ведется на несколько недель вперед. Это и доктора с узкими специализациями, как, скажем, например, врач-мамолог, онколог, это врач, например, проктолог, гематолог. То есть есть, конечно, специалисты, которые просто реально на Кузнецке практически не найдешь. И это доктора очень высокого класса, которые уважают и ценят свою профессию, которые регулярно посещают конгрессы, форумы, семинары, конференции и так далее. Когда я узнаю про очередную поездку какого-то доктора, просто гордишься тем, что имеешь дело с таким специалистом. С одной стороны. С другой стороны, мы всегда подыскиваем врачей, которые несут какие-то новые взгляды, которые какие-то новые методики хотят внедрить и так далее. Потому что медицина – это достаточно динамичная сфера. Здесь каждый, грубо говоря, год появляются какие-то новые тенденции, либо новые классификации, новые взгляды, новые алгоритмы действий с пациентом. И мы всегда стараемся ориентироваться на современные какие-то моменты. Особенно приветствуются, когда доктора пытаются почерпнуть международный опыт и перенести на наш региональный уровень. Поэтому нашими докторами мы гордимся. Наши доктора – это наше достояние, наша гордость. Мы адекватно понимаем, что не будь их, дорогу поколения бы просто не было. Вторая группа, наверное, персонала, которая особо достойна внимания – это медицинские сестры. Вы знаете, вот буквально вчера обсуждал с менеджером по персоналу по вакансии, которая у нас на данный момент есть, по сестринскому персоналу. И действительно сказал бы, что в здоровом поколении работают очень большие сестры, профессионалы с универсальным опытом. Потому что если в каком-то отделении, ну, допустим, больнице городской, сестра, работая в своем отделении, выполняет какой-то ограниченный спектр ответственности, будь то он операционный, сестра неполадный или процедурного кабинета, то сестра в здоровом поколении делает очень много. Это и ЭКГ, и это забор анализов, это различного рода манипуляции, это физиолечение. Скажем, это большой спектр деятельности, который выполняет один человек. И приходя в здоровое поколение, сестры просто вынуждены осваивать, и осваивать, и осваивать новые манипуляции, новые навыки и так далее. Поэтому, когда я говорю о медицинских сестрах здорового поколения, то я вот, у меня слово, скажем, тождественное с сестрами, это друженики. То есть это огромные друженики, которые с утра до вечера что-то делают постоянно, что-то полят, обслуживают и оказывают массу практической помощи населению. Ну и, наверное, третья группа, которую бы хотелось выделить, группа, которая, опять же, ведет взаимодействие с клиентами, это администраторы. К категории вот этих сотрудников у нас особый спрос, потому что объективно мы понимаем, что то, как окажет, какой проект вызовет, скажем так, восприятие о себе у клиента администратор, такое же восприятие, скорее всего, клиент будет накладывать в целом на здоровое поколение. Поэтому я считаю, что у нас работают отобранные люди. Практически все наши администраторы имеют высшее образование, и это является требованием при собеседовании, при найме на работу. У нас регулярно проходит система обучения, ежемесячно у нас проходят семинары на разные темы, плюс регулярно у нас есть дистанционное обучение, плюс менеджер по персоналу имеет дистанционные программы, которые регулярно проводятся. Ну и раз в полгода идет глобальная аттестация сотрудников с участием, вплоть до учредителей компаний. Поэтому я могу сказать, что за знания наших администраторов мы уверены на 200%. Ну, бывают случаи, когда стажер работает с клиентом, и бывают какие-то моменты, которые требуются улучшать. Но в целом мы гордимся своим звеном администраторов, потому что это одни из самых заботливых людей, с которыми можно пообщаться, когда у тебя какие-то есть проблемы со здоровьем. И мы стараемся пооперативно от таких. Пожалуй, все. Ну, я как бы со своей стороны тоже немножечко пару слов скажу. То есть, как бы, работаю я тоже уже довольно давно, и в частных центрах разно, и вот имею удовольствие сотрудничать с сетью центров именно здоровое поколение. И хочется со своей стороны сказать, что действительно, я как врач, ну, ценю именно вот этот вот прогрессивный элемент, который присутствует у руководства. То есть, это постоянное желание развиваться, помогать врачам, то есть, не препятствовать, а именно давать то необходимое, что помогает работать еще лучше. Вот, то есть, ну, как бы, когда говоришь здорового поколения, сразу такой вот, как бы, тире, эволюция, правильность, ну, то есть, вот такие вот моменты, сразу они всплывают. Вот, поэтому, ну, это чисто такая моя, как бы, ремарочка небольшая в заключении интервью Сергея Валерьевича. Сергей Валерьевич, спасибо большое, что уделили время на интервью, ответили на вот такие вот интересные, с моей стороны, вопросы. Я думаю, зрителям будет тоже очень интересно. Ну, а мы, как всегда, увидимся в следующем видео. Спасибо, Федорович, до свидания.